Приветствую вас. Мне кажется, что вы чересчур много внимания обращаете на секс. Мне так кажется. Вы связываете свои отношения именно с сексом, что очень негативно. Вот. То есть отношения это не только секс. Вот. А, и здесь на самом деле нужно, скажем, отделять немножко хотя бы одно от другого. Вот. Это первое. Второе. Полноценные отношения определяются духовной связью, а не секс. То есть наличие секса не делает отношения более полноценными или менее полноценными. Вот. Это такой момент. Следующий момент. То, что вы испытываете один вид оргазма, совершенно не означает, что вы сможете испытать другой вид оргазма. Тем не менее не очень понятно, почему вы не предложили своему мужчине просто доставить вам наслаждение тем видом оргазма, который вы получаете. То есть почему вы пытаетесь вот получить другой. То есть не у всех женщина заработает, не у всех женщина могут и так далее. Это первое. Второе. Ну, нужно смотреть, смотреть. Да, насколько вы мужчине доверяете. Как формировался ваш сексуальный сценарий. Вот. Потому что все это очень важные моменты, все это очень важные моменты, все это очень важные истории. Вот. И, соответственно, думаете ли вы о чем-нибудь. К примеру, во время секса, допустим. И тогда, может быть, вы слишком быстро переходите непосредственно к процессу и нужно больше предварительных классов, может быть, что-то еще. Ну, короче, нужно разбираться. Вот. Все это нужно исследовать, все это нужно, значит, прорабатывать. Дальше. Дальше. Значит, в том, что касается мужчины. Он вот, типа, типа, как вы пишите, обижают на вас. Вот. Сейчас. Сейчас. Так. Значит, его это очень обижает. Здесь складывается такое впечатление, да, что мужчина, ну, не уверен в себе. Такое впечатление складывается. Вот. Вот. И складывается такое ощущение, что он пытается в сексе удовольствие доставить вам. То есть здесь скроется одна из ключевых ошибок многих, многих пар. То, что в сексе нужно стараться для себя. Не для партнера, да, именно для себя. Нужно хотеть получить удовольствие, удовольствие самому. То есть именно так. И уже партнер, как бы, потом. Вот. Вот. И ни в коем случае не наоборот. И здесь вопрос, соответственно, к вам встает. Вы в сексе думаете о себе? Делаете так, как хочется вам? Или вы в сексе думаете о все-таки большем мужчине? То есть это вот такая история, которую нужно подкорректировать. Обязательно. Что-то тут, как бы, выбора, выбора нет. У вас все равно. Вот. Значит, дальше. Что дальше будет, так и нет. Ничего, если вы будете расширять свои сексуальные взгляды. Оба. А если вы действительно будете расширять свои взгляды. Сексуальные. Вот. А если вы будете пробовать новое, не бояться пробовать новое. А если будете экспериментировать, то все обязательно будет хорошо у вас. А если вы не будете отвлекаться на этом, то тоже все будет хорошо. А если вы не будете воспринимать секс, как своего рода. Знаете, такой плацдарм. Плацдарм. Для какого-то самоутверждения. Или плацдарм для доказательств чего-либо. К примеру, тому же партнеру, да. То все будет нормально. Вот. Вы пишете, что, значит, хочется полноценных отношений. Секс никак не определяет полноценные отношения, да. Просто, чтобы вы понимали. Он старается не получаться. В этом тебе плохо, что он старается. Вы знаете, что он старается. Вы знаете, что он старается. Вы знаете, что он старается для нас. Вы хотите получить аркад, значит, это не получается. То есть, это, по сути, вернутый круг. И выйти из него можно только, если вы будете делать что-то для себя. И он, и он тоже будет сделать для себя. И вот только тогда можно будет рассчитывать на перемену. Какие там. Ситуации. Ваши. Вот так. Так мне видится. Ну, на данный момент. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду на помощь. Вам бы по-хорошему, знаете, вот, вместе обоим вам и вашим парням, да, проконсультироваться с психологом. Вот. Поговорить. Решить. Свои собственные проблемы. Вот. И дальше уже будет, я думал, лучше, легче. По крайней мере, не будет какого-то такого, знаете, элемента сверху-сверх мотивации. Не будет элемента сверх мотивации, когда, ну, через секс, например, вы пытаетесь решить какие-то свои другие проблемы. То есть, например, вот, по-вашему, да, секс, это, такой способ, сделать отношения полноценными. Но, полноценные, полноценные отношения, это оценочное осуждение. То есть, что есть полноценное, а что есть неполноценное, это оценочное осуждение. И, вот, то, на что вы опираетесь, в оценке отношений, является здесь самым болезненным. То есть, вы, следует за какому-то, вот, принятому стандарту отношений. Если вот отношения, полноценные, если у них есть вагинальный секс. Почему? С чего? Если вот, как вам, например, вагинальный секс, вообще никакого удовольствия не приносит. И, что тогда? Такие люди, такие люди есть. То есть, как бы, ограничения. Вы сами выставляете себе ограничения. Понимаете, какая история? И вот, от этих стереотипов, нужно избавляться и вам, и вашему мужчине. Вы оба похожи, не уверены в себе. Вот. И исходя из этого, я бы, конечно, обратил внимание на любовь, на то, что вы подразумеваете под любовью, там, мечта. Любовь, в вашем случае, может быть, совсем не тем, что вы думаете. То есть, вы любите, безусловно, но, помимо любви, там, может быть, что-то еще, что-то другое. Вот, что еще, что другое, нужно исследовать. Нужно исследовать, не в этом разобраться. В этом я могу помочь вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. И если сделать, сделаете его лучшим. я желаю вам всего самого доброго, доброго, и удачи.